Утро на радио «Спутник в Крыму». Первое информационное радио. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Здравствуйте. Переходим к следующей теме. Зима уже близко. Начинаем готовиться к ней заранее. И сегодня поговорим о том, как правильно выбрать зимнюю обувь. Сегодня с нами на прямой связи находится доцент кафедры травматологии, ортопедии Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Кобец. Юрий Валерьевич, здравствуйте. Доброе утро, Леонид. Доброе утро, уважаемые слушатели. Да, вопрос выбора обуви, не только зимней, в принципе, повседневной обуви, это достаточно важный вопрос, который позволит сохранить здоровье стоп, здоровье позвоночника, в принципе, здоровье суставов нижних конечностей. Ну вот с педицинской точки зрения, как бы вы сказали, что здесь самое главное в обуви, может быть, не только зимней, вообще в принципе в обуви, но тогда и уже в зимней в частности. Ну, здесь следует обратить внимание на пять основных факторов. Первое, это, конечно же, подошва. Подошва должна быть не ровной, то есть не одинаковой в переднем и заднем отделе. В переднем отделе подошва должна быть тоньше, в заднем должно быть утолщение. Возможно, вновь этого утолщения будет каблучок, то есть каблучок до 4 сантиметров с ортопедической точки зрения является абсолютно правильным. Он позволяет уменьшить нагрузку на суставы стопы. Помимо этого, подошва должна иметь определенные механические свойства в плане сгибания. То есть возможно провести такой очень простой тест, попробовать зафиксировать носок и пятку обуви и сблизить их. При этом сгибание должно происходить в переднем отделе, в передней третьей подошве. Если подошва сгибается где-то в среднем или в заднем отделе в области пятки, то такая подошва нам не подходит. Нам будет неправильно передавать нагрузки и перегружать голевостопный и таранопяточный сустав. Помимо подошва, конечно, задник. Вот задняя часть обуви, это тоже очень важный момент. Очень часто люди просто пробуют, насколько жестко или не жестко является этот элемент. И боясь, что, скажем так, обувь будет натирать где-то в области пятки, в области ахилосухожилия отказываются от покупки такого дня. На самом деле, задняя часть задней обуви, это очень важный стабилизирующий компонент. То есть, если он жесткий, он жестко фиксирует пятку. Это позволяет уменьшить нагрузку на тот же самый голевостопный сустав. Особенно это важно у детей, у которых есть признаки дисклазии, признаки вальдуса, голевостопного сустава. То есть пятка – это тоже очень важная и пяточная часть, это тоже очень важный компонент. Безусловно, стелька. Стельки, как правило, сейчас достаточно, скажем, простые. Они не имеют никакой формы, просто плоские, скажем так, стельки. В идеале стелька должна быть либо просто физиологическая, либо ортопедическая. Скажем так, повседневные стельки физиологические, они имеют кривизну, они имеют, как правило, как минимум, хотя бы один супинатор в среднем отделе, который является основной профилактикой развития продольного плоскостопия. Ортопедические стельки имеют, как правило, целый ряд преимуществ. Это и супинатор в средней части, это, возможно, супинатор в переднем отделе стопы для профилактики поперечного плоскостопия. Это определенный, может быть, проказ жесткости, который обеспечивает более жесткую фиксацию стопы на поверхности грунта. И так далее, и так далее. То есть, ну, в идеале, в идеале подбор стельки должен, конечно же, осуществляться уже либо в каком-то средстве, там, в медицинском учреждении, либо, как минимум, есть сейчас в магазине техники, где можно приобрести достаточно качественные, хорошие ортопедические стельки. Ну, стоит ортопедическая стелька того, Юрий Иванович, да, извините, потому что как-то вот многие говорят, что вот это того не стоит, зачем это только? Это же тоже не хорошая ортопедическая стелька. Вещь, по-моему, насколько я знаю, тоже не дешевая. Вы абсолютно правы. Леонид, то есть ортопедические качественные стельки, это не дешевое приспособление. Однако здесь нужно понимать следующие моменты. Ну, во-первых, есть определенные заболевания, которые могут протекать достаточно азотентно, ну, или, скажем так, не проявлять себя в случае, если человек пользуется качественной ортопедической обувью, ну, или, там, по крайней мере, достаточно хорошими качественными стельками. Ну, приведу пример просто. Возможно, скажем так, на слушателей обнаружил это заболевание у себя. Это поперечная плоскостопия. Это состояние, при котором в области первого плюсного фалангового сустава, большого пальца стопы, да, когда он привыкает к стопе, формируется такая косточка, такое костное разрастание. Так вот, скажем так, будет ли это заболевание прогрессировать или насколько быстро оно будет прогрессировать? Зависит в том числе и от качества обуви. То есть, насколько эта обувь просторная в переднем отделе стопы, насколько жестко та же самая стелька фиксирует стопы на поверхности, насколько эта стелька имеет или не имеет супинатор в переднем отделе для формирования переднего сводочника и так далее. То есть, при использовании правильных оркопедических стелек в данной ситуации, вот конкретно при этом заболевании, можно избежать оперативного вмешательства. То есть, можно избежать каких-то серьезных деформаций стопы. Если же, скажем так, стельками не пользоваться, оркопедическими пособиями определенными не пользоваться, то закончится это, может, все достаточно серьезной деформацией и оперативным лечением. Поэтому, да, на мой взгляд, оно того стоит. Другой вопрос, что не всегда люди, пациенты, они уделяют достаточно внимания своим стопам, ну, по крайней мере, до того момента, когда не появятся какие-то, скажем так, достаточно выраженные болевые ощущения, либо деформации, либо какие-то натоптыши и так далее. Поэтому, в случае, если пациенты наблюдают какие-то, ну, скажем так, что-то смешает, появляются какие-то покраснения в области стопы или появляются какие-то мозоли, я бы рекомендовал обратиться к специалисту, к врачу, к оркопеду, к подологу и уже, собственно говоря, получить грамотную консультацию и принимать решение, какой быть стельки оркопедической или какой обуви лучше пользуются в одной ситуации. Но общие критерии выбора обуви, вот я вам постарался озвучить. Единственное, что я бы добавил, это еще шнуровка, да, потому что помимо ширины и длины, скажем так, обуви, есть еще и полнота. То есть, обычно шнуровка либо липучка, она позволяет регулировать вот эту самую полноту обуви. И очень часто, когда мы видим какую-то красивую, понравившуюся нам пару обуви, померив ее, то есть, понимая, что там условно по длине и по ширине, она нам подходит на эту самую полноту и не всегда мы обращаем внимание. То есть, обычно говорим, да ничего, там разойдется или, да, со временем растянется. Но вот это не совсем правильный подход, потому что вот эта самая полнота, она определяет свод стопы. И свод – это, скажем так, анатомическое образование, которое определяет амортизацию. То есть, насколько стопа способна повлачать нагрузку, при перекате, при толчке и так далее. И недостаточная полнота обуви, она увеличивает нагрузку на свод и может приводить тоже к целому ряду заболеваний. Начинает она от артроза каких-то мелких суставов до прогрессирования плоскостопия, если у пациента есть сухонность, скажем так, как на заболевании. А что касается размера, нужно брать как-то впритык, на размер больше, на два размера больше, как бы вы сказали. Ну, самый простой способ подобрать обувь – это, то есть, когда вы берете пару обувей, вы можете достать стельку из этой обуви и просто сверху на эту стельку поставить свою стопу. То есть, если вы видите, что стопа выступает куда-то за краем стельки, неважно, или в передне-заднем направлении, либо по ширине, это говорит о том, что, скорее всего, эта пара обуви для вас не подходит, она слишком маленькая. Если стелька ровно, скажем так, соответствует контуру вашей стопы, то следующий этап – это вы вставляете стелечку обратно в обувь, обуваетесь, обязательно нужно одевать оба, да, то есть, ботинка, если мы говорим сейчас о зимнем периоде, и несколько минут походить в этой обуви, то есть, это позволит вам уже оттянуть, соответственно, полноту, подходит ли вам объем этой пары. Вот самый простой способ примирки, я думаю, вот будет такой. Действительно интересный способ. Материал имеет значение здесь? Материал стельки? Материал самого ботинка или обуви? Конечно. То есть, всегда нужно в торакте выбирать какие-то кожаные материалы, материалы, которые легко дышат, чтобы не происходила, скажем так, ну, происходила нормальная теплоотдача от кожи стопы. Очень важно качество шва обуви, то есть, если вы покупаете пару, обратите внимание, насколько плотно прилежит внутренняя отделка, чтобы не было каких-то торчащих швов, грубых внутри, на поверхности обуви, которые могут в дальнейшем где-то давить или натирать вам. Ну, то есть, обувь должна быть мягкой, комфортной. Вот наверняка у каждого есть несколько пар. Если в конце рабочего дня, например, вы обращаете внимание на то, что, например, в этой паре обуви у вас сильнее устают ноги, появляется какая-то боль, тяжесть в ногах, а при использовании другой пары таких ощущений не возникает, значит, скорее всего, вот та пара, которая приносит вам дискомфорт, она вам не подходит. То есть, там есть какие-то ортопедические проблемы, либо это, они связаны с супинатором, либо с устойчивостью, либо со стенкой, вот, но, скорее всего, там есть какая-то проблема. Вот вы уже упомянули, что для детей тоже некоторые моменты очень важны, когда мы выбираем обувь. С точки зрения материала, есть какие-то, которые, может быть, опасны или могут быть вредны для детского организма? Я не думаю, честно говоря, что у нас в магазине можно купить какую-то опасную обувь, потому что практически вся обувь, она проходит определенное, при производстве, да, определенное инвестирование, по сути и так далее. Но для детей, вот, я бы сделал акцент на том, что все-таки есть целый ряд заболеваний. Как правило, эти заболевания, они связаны с дистазией, соединительной ткани. То есть, это вот, может быть, вальдусная деформация стопы, это может быть, там, плоскостопие и так далее, и так далее. И основное здесь, конечно же, это, во-первых, удобная подошва, это жесткая фиксация пятки, это наличие, обязательно наличие супинатора в обуви. К сожалению, сейчас достаточно сложно найти в обычном, скажем так, моем вине, детскую обувь с супинатором. Почему-то производители как-то стали, не знаю, экономить или не обращать внимания на то, что в детской обуви в обязательном корякте должен быть супинатор. Вот. Причем, не обязательно это супинатор на самой стильке, а это супинатор, который непосредственно в самой подошве находится. В стильке она может дополнять этот супинатор, то есть, либо его увеличивать, либо дополнительно иметь какую-то, скажем, ну, создавать дополнительную мягкую подушку, да, или там прослойку в области супинатора. Вот. То есть, обязательно должен быть закрытый носок, то есть, если мы говорим в аркопедическом обуви. Естественная задача, это достаточно жесткая фиксация стопы ребенка. Хотя, вот, опять-таки, есть и другое мнение на сегодня в аркопедических, скажем так, кругах, есть реапакторов, которые говорят, что даже если у ребенка есть дисплазии, жесткая фиксация стопы, она достаточно серьезно ограничивает подвижность. вот у нас стопа, как и кисть, это сочетание, скажем так, огромного количества суставов на площадь, на единицу площадью, и вот такое сочетание, оно обосновано, то есть, это наиболее подвиненный элемент скелета, который позволяет, ну, скажем, обеспечивать толчковую функцию, обеспечивать стабильное положение человека в целом, да, в вертикальном положении и так далее, и так далее. То есть, ограничивая, создая вот такие достаточно жесткие рамки для суставов стопы, да, чтобы не было, где-то не происходило такая дальнейшая деформация, мы тем самым ограничиваем подвижность суставов стопы, поэтому здесь нужна тоже какая-то вольтая середина, здесь нужен баланс, то есть, если ребенок пользуется ортопедической обувью, значит, он должен обязательно проходить какие-то сеансы массажа, лечебной физкультуры, упражнений, направленных на поддержание объема движений суставов, для того, чтобы они, скажем так, продолжали выполнять свою функцию подвижности. В общем, целый комплекс мер должен быть, Юрий Валерьевич, мы с вами автоматически подразумеваем, что все-таки зимняя обувь, она должна быть еще и теплой, но, к сожалению, может быть, ну или в принципе, у нас так как-то происходит, что жертвуют иногда практичностью ради красоты. Как бы вы сказали, понятное дело, есть общие какие-то медицинские такие понятия, да, или нормы, ноги, когда мерзнут, да, скорее всего, человек заболеет, или, по крайней мере, это там способствует. С точки зрения ортопедической, может быть, вот, если ноги стабильно замерзают, или, по крайней мере, температура низкая, это как-то может ухудшить еще вот, или усугубить те болезни, о которых вы говорили? Если говорить о дисплазии, то, скорее всего, нет, да, потому что дисплазия, это, так есть, достаточно грустка, это слабость связочного аппарата стопы, и связана она с генетическими, как правило, проблемами, то есть, слабость коллагеновых эластических волокон, которые входят в состав связок, вот, это генетика, то есть, даже переохлаждение какое-то, а когда есть переохлаждение, мы подразумеваем, что есть спалые сосуды, да, мягкие ткани, то есть, возможно, это ведет к какому-то там, ухудшению кровоснабления, скажем так, но на дисплазии это не так не повредит. Есть ряд других заболеваний, которые, для которых очень важно поддержание, скажем так, температуру, температуры стоп, температуры нижних конечностей, ну, например, адморасклероз в сосудах, когда формируются бляшки в сосудах, кровоток по этим сосудам значительно ухудшен, то есть, и так, наши ткани, ткани стоп, ткани нижних конечностей, они испытывают не получают достаточное количество крови и кислорода. При таком заболевании, если пациент будет, скажем так, периодически переохлаждаться, переохлаждение будет приводить еще к большему спазму, еще к большей ишемии, вот здесь, да, могут развиваться достаточно серьезные ишемические нарушения в тканях нижних конечностей и стоп. Вот для такой группы пациентов, конечно, однозначно, я бы сказал, что в нижнем случае жертвы, скажем так, теплотвы, да, обуви, что-то там, какой-то красоты однозначно низкие. То есть, они должны, эта группа пациентов должны в обязательном порядке пользоваться только теплой обувью. То есть, для них комфорт гораздо важнее, чем, скажем так, какая-то красота. Если возвращаться, буквально еще остается у нас 5 минут нашего эфирного времени. Давайте вернемся, вот, говорили про стельки и когда говорили, в принципе, про возможные последствия, это ведь не только голеностоп, вы еще упомянули, что это все-таки и позвоночник, и опорно-двигательный аппарат, насколько я понимаю, в общем и целом, то есть, одно может влиять на другое, здесь тоже может быть как неудобная обувь или заболевание, или вообще вот то, о чем вы говорили, может повлиять на позвоночник, например. Да, Леонид, вы абсолютно правы, вот, вот, очень четко описали, да, взаимосвязь, в принципе, да, всего стелета, то есть, нужно понимать, что весь наш стелет, это единая биомеханическая система, и, если хотя бы одну звену этой системы, ну, например, стопа, да, или голеностопный сустав забывает или ломается, или, скажем, работает не на 100%, то это неизбежно влечет проблемы с другими звеньями этой системы. Это, конечно, и свежие суставы, то есть, это проблемы с коленными, с бедренными суставами, это, конечно же, позвоночник, да, потому что, скажем так, вертикальное положение, оно обеспечивается своим рядом определенных суставов, определенных анатомических систем, и, если говорить о позвоночнике, чтобы поддерживать, да, вертикальное положение, там, есть определенные физиологические искривления, а, вот тот же самый каблучок, о котором вначале, вот я буквально несколько слов успел сказать, он, или высокий каблуч, да, если это, на женские обуви, то, скажем, эти каблуки, они достаточно серьезно влияют на смещение центра тяжести, и для того, чтобы пациент мог в дальнейшем на высоком каблуке женщины, там, в дальнейшем поддерживать вертикальное положение со сместившимся центром тяжести, на это реагирует прежде всего позвоночника, который будет как-то изменять свою кривизну за счет размещения лордоза, поясничного, либо там усиления кифоза, и вот за счет, скажем так, изменения кривизны позвоночника пациент может удерживать себя в вертикальном положении. конечно же, смещение центра тяжести будет приводить к перегрузке основных элементах позвоночника, которые отвечают за удержание позвонков в правильном анатомическом положении, это и леготрусистые суставы, это и перегрузка межпозвонковых движков, перегрузка связочного аппарата позвоночника, и конечно, это может проявляться изначально такими подболевыми ощущениями в области поясницы, дальше, если пациент будет злоупотреблять и, скажем, достаточно часто использовать высокий каблук, то это может привести к определенным заболеваниям. Это может быть исполнитель артроз, это может быть развитие генеративных заболеваний позвоночника таких позвоночника, протрудий и формирования герой позвонковых движков, и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, скажем так, использование высокого каблука постоянно, каждый день, ну, с ортопедической точки зрения это точно неправильно. Казалось бы, да, казалось бы, начали с вами говорить про то, как выбрать обувь, заканчивая на том, что это настолько важно, что, да, потому что это может повлиять все-таки не только на нашу стопу, но и, в принципе, на наше здоровье. Кривой позвоночник никому не нужен, насколько вы, по крайней мере, я понимаю. Юрий Валерьевич, благодарю вас, что подключились сегодня к нам. К сожалению, наше время уже заканчивается. Доцент кафедры травматологии и ортопедии Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Кобец был сегодня с нами на прямой связи. Вам большое спасибо еще раз. До свидания. Всего доброго. До свидания. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.